Традиционно начнем с обзора ковид-оперативки, дополнительного совещания, которое проходит в правительстве Республики Башкортостан, которое целиком посвящено вопросу эпидемиологической обстановки и пандемии коронавируса. Во первых строках Хабиров потребовал от всех глав, чтобы они встретились с мусульманскими лидерами в районах и в муниципалитетах и добились того, чтобы праздник Ураза-Байрам прошел без массового скопления верующих, без посещения мечетей и тем самым не допустить распространения инфекции. Хабиров очень строго сказал, что проконтролирует это дело, значит, в каждом районе, что он будет знать, где были нарушены эти требования, где все-таки скопления мусульман произошли. Сам он сказал, что он лично встретился с лидерами исламских организаций по Башкирии, по Уфе, договорился о том, что проповеди будут дистанционными, что сами лидеры призовут паству не приходить в мечети и не собираться по домам в большом количестве. В общем, этот вопрос очень сильно волнует Хабирова. Но, собственно, духовенство уже нашло и обоснование, и объяснение, и оправдание тому, чтобы не собираться на богослужения в мечетях и не подвергать риску верующих. Собственно, пророк Мухаммед еще говорил, что выстоявший ночную молитву в ночь идульфитр, веря в воздаяние Всевышнего, и сердце того не умрет в тот день, когда умрут сердца многих. В словах пророка Мухаммеда не указано, где нужно отстоять эту ночную молитву. Соответственно, вполне возможно, что допускается отстоять ее у себя дома. И я, например, полагаю, что это будет самым разумным решением для верующих. Как говорится, Господь простит. В ходе совещания Забелин отчитался о ситуации с коронавирусом, и мы узнали, что на утро субботы у нас 2514 человек, заболевших COVID-19. Прирост составил очередные 80 с лишним человек. 792 человека уже выздоровели и 18 умерли. Хотя вот этот прирост в одного человека, 18 человеком, стала женщина из Белебея, которая на самом деле умерла чуть ли не три недели назад, и почему-то только сейчас ее включили в число погибших от этого заболевания. В общем, со статистикой там продолжает твориться что-то очень странное. Забелин сообщил, что он уже проводит 6,5 тысяч тестов на COVID-19 в сутки и попросил не снимать контрольного режима с аэропорта и железнодорожного вокзала. Ну, что, собственно, тоже, пожалуй, что разумно. Несмотря на то, что сейчас из других городов через эти воздушные и железнодорожные ворота прибывает достаточно мало людей в Уфу, но, тем не менее, наверное, эти точки являются источниками заражения. Хабиров резюмировал доклад Забелина достаточно осторожно. Дословно он сказал, что говорить об особой радости не приходится. Каждый день 80-90 заболевших. Действительно, даже странная и, на мой взгляд, недостоверная статистика Забелина показывает, что о спаде заболеваемости пока говорить рано, и каждый день прибавляется 80-90, а то и больше человек в число заболевших. Но, впрочем, пока правительство моделирует достаточно стабильную ситуацию с этим вопросом, вслед за Забелином Назаров отчитался о том, что 25 мая, буквально в ближайший понедельник, инфекционный госпиталь, который строится в пригороде Уфы, будет готов и передан Минздраву. Прогнозы Назарова были 28-29 мая, но вот с опережением на 4 дня госпиталь достроен. Я, честно говоря, в определенном смысле сомневался в том, что уложатся вот в эти мега короткие сроки, но, тем не менее, уложились. Продолжая беспокоиться о состоянии здравоохранения в республике, Хабиров сообщил присутствующим на совещании и нам, зрителям этого совещания, о том, что он обеспокоен многочисленными сигналами о том, что в республике люди не могут получить медицинскую помощь на фоне вот этой, значит, ковид-пандемии. Людям отказывают в каких-то, значит, процедурах, в каких-то операциях. Хабиров пригрозил нещадно увольнять главврачей больниц, невзирая на их заслуги, если эти факты будут продолжаться. Ну, собственно, речь идет о том, что и в России в целом, и в Башкирии сложилась ситуация, когда все силы брошены на подавление вот этой эпидемии и пандемии, и все остальные болезни как-то ушли на второй план. Однако люди не перестали болеть многочисленными болезнями. Всемирная организация здравоохранения, составляя некий список болезней, включила туда почти 6000 заболеваний, и все эти заболевания, в общем-то, никуда не делись на фоне COVID-19. И вот Хабиров пригрозил нашему Минздраву, что нужно заниматься и иными тоже заболеваниями. Ради Хабиров сообщил, что он планирует поощрить людей, которые пострадали в ходе борьбы с COVID-19, людей, которые исполняли служебный долг, это полицейские, волонтеры и врачи, и поощрить их бесплатным пребыванием в одном из санаториев республики Башкортостан, и дал поручение подготовить финансовую базу для этого и выбрать тот санаторий, который максимально будет подходить по профилю. Гуманное, интересное и правильное, на мой взгляд, решение. Также Хабиров сказал, что за счет государства будут страховать волонтеров, страховать их, видимо, от каких-то проблем со здоровьем, которые у них могут возникнуть в процессе их деятельности, и это тоже правильное решение. Далее вернулись к проблеме выплаты врачам и медицинским работникам. Проблема эта, я так понял, до сих пор не решена, несмотря на то, что все рапортуют о том, что они все выплатили, сами врачи почему-то до конца не увидели всех положенных денег. Забелин испуганно сообщил, что он фиксирует значительное снижение жалоб на этот процесс, то есть теперь вот критерием успешности решения проблемы является, видимо, снижение жалоб. Так, на 18 мая у Забелина было 200 жалоб от врачей и медперсонала о неполучении вот этих дополнительных выплат Путина, то теперь на 23 мая у него всего 32 такие жалобы, и он считает, что это большой успех, несмотря на то, что сам он заявляет, что все деньги выплачены. Здесь, конечно, легкий абсурд появляется, но еще Забелин говорит о том, что подавляющее количество вот этих жалоб и заявлений являются фейками. Тут я, конечно, опять осторожно отмечаю вот эту традиционную манеру российских и башкирских властей, когда они что-то не могут сделать, они обвиняют во вранье тех, кто жалуется. Ну, это и остается на совесть Забелина. Далее поговорили немного о санаториях, и Хабиров непрозрачно намекнул на то, что с 1 июня санаторий не откроется, но, возможно, откроется с 1 июля. Это, конечно, большая проблема для отрасли, потому что, ну, в Башкирии традиционно много и сильные и достаточно дорогие санатории, которые известны по всей России, и вот их бездействие, конечно, существенный удар и урон по этой отрасли, и это очень нехорошо. Хабиров отметил, что в республике активизировались нелегальные перевозчики на фоне отмены и закрытия межмуниципальных рейсов и маршрутов автобусов. Как известно, святое место пусто не бывает, людям надо ездить, и вот опять активизировались те самые пресловутые ларгусы. Он дал поручение и Морзаеву, и правоохранительным органам каким-то образом пресечь деятельность нелегальных перевозчиков и постепенно выводить на линию легальные маршруты. Тут действительно нужна какая-то совершенно оперативная деятельность, потому что борьба вот с этими ларгусами, она продолжается второй год, и, судя по всему, окончательного успеха в этой борьбе нет. Далее в ходе оперативного совещания случилось смешное, забавное или веселое. Хабиров обратил внимание Касьянова на то, что необходимо проверить и проконтролировать санитарно-метеологическую обстановку в местах компактного проживания мигрантов. Ну, такая проблема действительно существует, и дал поручение Касьянову заняться этим буквально завтра, на что Касьянов бодро отрапортовал, что он уже вчера провел эту работу и от имени Хабирова направил письма в положенные инстанции. Хабиров так слегка опешил, в общем-то, но не показал виду, что он возмущен. По сути, Касьянов отчитался Хабирову в том, что он без согласования с начальством, но от имени начальства написал письма, значит, вот в какие-то инстанции о каких-то действиях. Мне вообще интересно узнать, насколько вольно и произвольно члены правительства пользуются именем Хабирова, отдавая всевозможные поручения от его имени, насколько он в конечном итоге в курсе того, чего напоручали его подчиненные от его имени, и не дай бог за его подписью. Ну, в общем, конечно, ситуация была такая комичная, хотя и это и был рабочий момент. На самом деле ситуация с мигрантами тревожная. Здесь проскакивает сейчас информация о том, что была вспышка заболеваемости в Малоязи, и было выявлено, ну, якобы, как будто бы, по подтвержденным данным было выявлено 63 заболевших COVID-19 среди азиатских рабочих в Малоязи, но эта информация в статистике в нашей никак не отражена, то есть вот этой вспышки в 63 человека в официальной статистике Минздрава не числится. На это уже обратили внимание многие, кто пристально следит за этой статистикой и пытается ее анализировать, тут и Ильшат Хамадшин эти вопросы задавал, и многие другие, но, в общем, пока не видно. Но, судя по всему, и судя по тому, что Хабиров дал уже вот это поручение, то есть эта проблема существует. Также в этом же примерно контексте Хабиров грозно заявил о том, что в ближайший стройчас, 26 мая во вторник, он закроет несколько строек. Прозвучало это как уже решенный вопрос, и прозвучало это именно в том контексте, что, по его информации, на некоторых стройках, которые он собирается закрыть, именно вот эти сезонные мигранты рабочие из Средней Азии не соблюдают, значит, тот режим, который предписан соблюдать на строительных объектах. Ну, посмотрим, что случится 26 мая. Закрытие строительных объектов, это, конечно, весьма неоднозначное явление. С одной стороны, Хабиров печется о безопасности с точки зрения заражения COVID-19, с другой стороны, строительная отрасль и так лежит на боку и дышит через раз, а закрытие каких-то крупных объектов, прекращение строительства, это будет, ну, серьезный удар по процессам. Завершая оперативку, Хабиров поручил правительству отработать механизм выезда людей старше 65 лет в сады и огороды, то есть действительно не отработан оказался сам процесс, и с одной стороны, сейчас опять старикам и людям старше 65 лет запретили выходить из дома и ввели опять этот режим самоизоляции, с другой стороны, им разрешено ездить в сады, а вот как и на каких основаниях никто ничего не определил, не проговорил, и действительно, пора бы уже отработать какой-то механизм хотя бы для той же полиции, которая должна понимать, нарушил человек режим или он действительно там направляется, например, на дачу. То есть для этого достаточно на самом деле иметь с собой некие документы, подтверждающие, что у человека есть какая-то дача или что он туда перемещается. С другой стороны, надо рассматривать и правовой вопрос, ну, человек ведь может жить не на своей даче, этого права у него никто не отнимал, но, честно говоря, под завязку набитое правительство юристами и правоведами в последнее время не уделяет очень много времени достоверности и юридической точности своих решений. Завершил оперативку Хабиров неожиданно разбором полетов в Аскинском районе. Собственно, история эта никакого отношения к COVID-19 не имеет, но достаточно громко прозвучала в медийном пространстве республики. Я говорю о ситуации о ДТП, которая случилась с Хамитом Фейзрахмановым и вторым участником ДТП женщина-жительница Аскина. Произошла довольно суровая страшная авария между двумя японскими внедорожниками Lexus и Land Cruiser 200 и только качество исполнения этих автомобилей, пожалуй, что уберегло участников этого ДТП от гибели и тяжелых последствий. Lexus, на котором перемещался депутат Аскинского совета Хамит Фейзрахманов, нарушив правила движения, врезался в Land Cruiser, в котором ехала жительница села Аскина. И обе машины практически были уничтожены. Land Cruiser там кувыркнулся трижды через крышу. Только чудом женщина не погибла, получив сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Но сбежавшиеся на место происшествия жители села Аскина констатировали ощутимый, сильный запах алкоголя из автомобиля депутата совета. И, недолго пробыв на месте происшествия, покинув его и не оказав помощи пострадавшей, Хамит Фейзрахманов скрылся с места происшествия, с места ДТП, сутки пропадал и прятался. Потом был обнаружен у себя дома полиции, был предпровожден в местное управление МВД для дачи показаний. В общем, история эта продолжается в разрезе принятия решения судом, но выяснилось, что этот мужчина оказывается еще и лидер местных единороссов, и депутат местного совета, и, в общем, заметная фигура, которая весьма существенным образом и давно раздражает местных жителей своим поведением и своими манерами. Ну, в общем, Хабиров отметил скандальность и безобразность этого события, потребовал немедленно исключить из партии этого товарища, что, собственно, и случилось на следующий же день, некоторое время Хабиров рассуждал о том, что когда в тяжелый для страны момент тысячи единороссов спасают жизни и помогают людям, вот такие вот отморозки и недостойные члены партии порочат партию, значит, в глазах общественности. Вообще, конечно, это не первый случай подобный, и мы помним, что не только депутат Хамид Фазрахманов умеет опрокидывать японские внедорожники. Насколько мне известно, такой же подвиг совершил, например, министр сельского хозяйства наш, но эта история, конечно, осталась в тайне, и машину долго и тщательно скрытно отвозили в соседний регион на ремонт. Ну, в общем, это не единичный, не первый случай подобного безобразия, но факт опьянения этого депутата не был установлен достоверно, потому что он скрылся с места преступления, однако Хабиров потребовал от Сидякина самым тщательным образом контролировать тех, кто идет на выборы в сентябре. Вот это, конечно, мне очень не понравилось, потому что то, как это прозвучало, звучало это как, ну, наладьте полный контроль над теми личностями, которые идут на выборы, значит, не дай бог там придут какие-то люди, которые нам не нравятся. Вообще, это, ну, и формально, и неформально неправильно, потому что, ну, Сидякин не должен контролировать выборы, не должен контролировать людей, которые туда идут. Люди должны идти сами на выборы, а там уж, как говорится, избирателю решать. Ну, вот, к сожалению, такое указание поступило. Главной героиней медийного пространства прошедшей недели снова стала Эльза Сартланова, и в начале недели появилась новость о том, что ее все-таки увольняют с поста главного врача РКБ имени Куватова. Свершилось, что говорится. Долго требовали граждане республики этого действия, и вот оно случилось. Правда, Министерство здравоохранения объяснило это добровольным уходом Эльзы Сартлановой с поста. Ну, ну да ладно, как говорится. Сразу же после этой новости появляется новость о том, что Эльзу Сартланову намереваются назначить главным врачом 38-й поликлиники Уфы. Буквально на следующий день неизвестные доставили к дверям этой поликлиники венок с черными лентами и соболезнованиями коллективу о том, что происходит вот такое кадровое решение. На следующий день после доставки венка стало известно, что Эльза Сартланова отказывается от поста главного врача поликлиники номер 38. Далее последовала стремительная череда всевозможных слухов и недостоверной, непроверенной информации о том, что якобы сначала предполагалось, что Эльза Сартланова возглавит направление социальной работы в МПО и станет заместителем генерального директора. Тут же, конечно, посыпались всевозможные ехидные замечания в адрес господина Пустовгарова. Потом уже совсем непродоподобный слух пронесся о том, что госпожу Сартланову берут на работу в Башнефть. И, в общем, как-то все это затихло. Последним и самым тревожным слухом был слух о том, что ее прочат на место куратора санаторной деятельности в Минздраве Республики Башкортостан. В общем, все это, конечно, слухи. Главное, что случилось, это то, что ее уволили с поста главврача, и то, что она пока все еще не нашла себе новой работы в системе Минздрава Республики Башкортостан. Я очень рассчитываю, что эта ситуация будет доведена до логического конца. Я не знаю, как поведет себя следствие, которое худо-бедно идет в РКБ имени Куватова, и будут ли выявлены там виновные в той ситуации, которая произошла. Самое главное, что должны сделать следователи, это зафиксировать ситуацию с халатностью, которая, на мой взгляд, присутствовала в этой истории с РКБ. До конца непонятно количество заболевших и погибших в РКБ в тот период, но, тем не менее, общественность Республики высказывает надежды на то, что этот процесс все равно будет доведен до конца. В предыдущих выпусках я обещал рассказать о ситуации с платежами, выплатами и зарплатами медиков Республики Башкортостан, и постараюсь сегодня выполнить это обещание. В адрес нашего канала по почте пришел любопытный документ о том, что в одном из районов Республики происходит странная ситуация. Огромному количеству медиков, работающих в этом районе, урезали зарплату и перевели их на режим неполного рабочего дня, объясняя это тем, что в период пандемии их нагрузка снизилась. В распоряжении канала есть документы, мы вам его показываем. Логика совершенно непонятна. То есть еще раз повторюсь, что люди перестали болеть, что вот эти фельдшеры, врачи, медсестры, они остались без работы в этот период, что ли? Вот они, предположим, не участвуют в борьбе с COVID-19 и не допущены к работе с больными COVID-19. Ну что, они перестали обслуживать тех больных, которые у них были, или тех больных, которые появляются. Уже идет второй месяц всей этой истории, люди заболевают, болеют, обращаются за помощью. В общем, абсурдная история, но медики существенно потеряли в зарплате, переведены на неполный рабочий день, и, на мой взгляд, это совершенно возмутительная ситуация. Согласно этому документу, многие десятки врачей, по сути, потеряли в зарплате это раз, но, по сути, еще и теперь не будут исполнять свой служебный долг в полном объеме. Я не знаю, единичный ли это случай только по этому району, связано ли это только с финансовым вопросом, либо это какая-то идеологическая установка у местного отделения Минздрава, но хотелось бы понять и хотелось бы получить информацию от Минздрава о том, как обстоят дела с остальными районами, с городами республики, везде ли такой порядок и везде ли врачи переведены на сокращенный объем работ в связи с пандемией, что, повторюсь, является абсолютным абсурдом. Теперь немного о странном. На прошедшей неделе Владимир Путин наградил ряд граждан Российской Федерации и не только граждан Российской Федерации всевозможными наградами. Ну, как обычно это бывает при награждении, это некая сборная солянка, там и были какие-то ветераны, иностранцы, которым он вручил ордена, связанные с военными заслугами. Там была и Мария Захарова, которая за свой нелегкий труд отхватила очередной орденок. Но это все ладно, это федеральная история. Меня удивило, что в списке награжденных оказался Александр Сидякин. Александру Сидякину Путин вручил орден за заслуги перед Отечеством второй степени с формулировкой за многолетний плодотворный труд. Честно признаться, ну, абсолютно непонятное событие по многим причинам. Во-первых, такого ордена нет даже у Хабирова, а Сидякину его вручают. Это какой-то прозрачный намек на то, что Сидякин работает больше Хабирова или работает более плодотворно, я так и не понял. Во-вторых, уровень Сидякина на данный момент, подчеркну именно на данный момент, он как-то немножко не соответствует тому списку награжденных, который был в этот раз. И, соответственно, Сидякин выбивается из ряда выдающихся людей, которых Путин, значит, наделил государственными наградами. Что это такое, многие сейчас гадают, почему так случилось, как это могло произойти. Некоторые предполагают, что Александр Сидякин, условно говоря, приобретает больший вес в политическом пространстве республики и уже претендует на нечто большее, чем он является сейчас. Все мы помним о том, что некоторое время назад активно распространялись слухи о том, что Александр Сидякин покидает должность главы администрации ради Хабирова и переходит на работу чуть ли не губернатором куда-то там, значит, в Центральную Россию. Но эти слухи не подтвердились и даже предполагали, что распускал их сам Сидякин, пытаясь увеличить собственный вес в политическом пространстве региона. Как говорится, то, что есть, то есть. Орден получен, орден, ну, такой значимый. По большому счету, все-таки заслуги перед Отечеством, пускай и второй степени, это серьезная оценка Кремля. И мы с возрастающим интересом будем наблюдать за тем, как будет развиваться политическая карьера господина Сидякина, на что он еще будет претендовать, на должность главы республики или на что-то более федеральное где-то в другом регионе Российской Федерации. Будем наблюдать, будем посмотреть. Я всегда был приверженцем достоверности информации и стараюсь всегда проверять информацию, которую мы даем в том объеме и с теми возможностями, которые у нас есть. Но, к сожалению, иногда закрадываются ошибки, и эти ошибки надо исправлять. Как бы неприятно это ни было для нас, что мы ошиблись, что мы дали что-то неправильно, но лучше, как говорится, исправить, чем оставить неисправленным. Сейчас я говорю о довольно давней истории. Где-то еще прошедшей зимой мы публиковали данные материалы о Рустеме Ахмадинурове. Вот эта история с убиенными волками, фотографиями, значит, с трупами волков и так далее. Как выяснилось теперь экспертным образом, фотография, которая экспонировалась во многих средствах массовой информации и в том числе на нашем канале, не соответствует действительности в той части, что на ней изображен не Рустем Ахмадинуров. При всей моей нелюбви к Рустему Маратовичу я вынужден признать, что мы дали недостоверную информацию, и мы извиняемся за это перед Рустемом Маратовичем. Дорогой Рустем Маратович не оказался душителем живой природы, не оказался убийцей волков, о чем я и сообщаю вам. Продолжая дорожную тему и тему ремонта дорог в республике, я отмечаю, что наш предыдущий материал вызвал достаточный интерес. У жителей нам присылают всевозможные материалы. И вот на прошедшей неделе нам прислали видеоролик, который один из наших подписчиков снял на Шакшинском мосту в Уфе. Ужасное состояние дороги. Наверное, было бы правильно регулярно публиковать самые такие выдающиеся, самые ужасные места, которые находят наши зрители, наши подписчики. Может быть, это как-то стимулирует дорожников обратить внимание на особо вот такие разгромленные, разбитые дороги. Может быть, мы каким-то способом будем способствовать и помогать скорейшему ремонту этих участков. Вот посмотрите на эту дорогу. До конца этой дорогой, конечно, называть нельзя. Наверное, надо принимать какие-то экстренные срочные меры и ремонтировать этот участок. Продолжение следует... Мы очень давно не говорили о долевом строительстве, и, пожалуй, пришло время. В пылу всей этой ковид-истории, этой всей пандемии, всевозможных карантинов, я на самом деле утратил информацию о ситуации на стройках и обращаюсь к дольщикам, которые хаотично периодически пишут нам письма. Я обращаюсь вот с какой просьбой. Давайте вернемся к этому вопросу, давайте систематизируем информацию и обстановку в этой области. Пожалуй, что время пришло. Я прошу вас прислать мне информацию по своим объектам в таком формате. Условно говоря, что было два года назад, что было на начало 2020 года, и что сейчас с вашей стройкой, какие процессы произошли, какие не произошли, что вам обещали, что исполнили, что не исполнили. Вот подробнейшим образом изложите, пожалуйста, эту информацию. Я хочу ее систематизировать, и в ближайших выпусках мы начнем обзоры по главным и самым болезненным недостроям Республики Башкортостан. Вернемся к этой теме и будем ею заниматься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова